Вот это здание, 25 этажей, 4 коммерческих помещения внизу под магазины, 180 квартир в здании, собственно, 30 миллионов долларов стоимость и 8% доходности. Три месяца нам необходимо для того, чтобы продать такое здание целиком и полностью. Мы можем управлять такими объектами недвижимости, мы можем их продавать, мы можем их сдавать в краткосрок, мы можем их сдавать в долгосрок. И таких объектов достаточно здесь. Такой вот объект, к примеру, это 5 этажей, 12 миллионов долларов, 6,7% годовой доходности, то есть он весь сдан в аренду, 3 тысячи долларов за квадратный метр, это 62 квартиры. Такие вот два здания, вот такие отельные апартаменты стоят 220-230 миллионов долларов за здание. В целом никаких проблем нет с трансфером капитала, цель заработать, но вторая цель не потерять. С точки зрения гарантии мы выбираем те объекты, которые уже либо сданы в аренду в долгосрок, либо в краткосрок. Приветствую, на связи Борис Аскалов с сайта vizasam.ru. И сегодня я приехал в гости к своему другу Антону Аскалеву. Бизнесмен, инвестор, живет в Дубае. А сегодня, Антон, хотелось бы тебе задать вопрос, затронуть такую тему, как вложение крупного капитала, крупные сделки. Ведь, как я знаю, ты сейчас прорабатываешь очень глубоко именно эту тему. Да, Борис, спасибо. Ну, во-первых, да, мы с тобой снимали прошлое видео около года назад, наверное, месяцев 10 прошло. Не сказать, что много чего изменилось, и в основном все в этом же тренде, в этом же ключе все как бы и продолжается с точки зрения недвижимости. А с точки зрения крупного капитала и вообще работы здесь, как бы в этом инвестиционном, так сказать, ключе, который нам более интересен, это действительно работа, которую мы делаем на протяжении последних, наверное, 4 месяцев. Мы формируем инвестиционный фонд. Делаем мы это потому, что у нас появилось достаточное количество различных фэмили-офисов и крупных инвесторов, которые выходят из определенного бизнеса в определенных частях света. И, собственно, у них есть задача именно перевложить капитал с гарантией сохранности, с понятной маржинальностью, с понятной моделью. И с такими людьми мы как-то более тесно начинаем, естественно, работать. Мы знакомимся лично, мы общаемся лично, дружим. И действительно в таком вот каком-то партнерском ключе прорабатываем различные решения и как бы зарабатываем деньги. Поэтому с удовольствием расскажу тебе. Около ста фэмили-офисов, наверное, открылось в прошлом году здесь, в Дубай. Это огромное количество капитала на самом деле. И знаешь, даже интересно, что многие из них там пытаются привести своих каких-то либо агентов по недвижимости, либо каких-то экспертов, которые ранее с ними там работали. Но зачастую, как бы я уверен, что люди во многом очень потеряют огромное количество времени. Потому что количество нюансов здесь при покупке крупных объектов, оно огромнейшее просто. Тип разрешения, тип здания, там свидетельство на право собственности на весь объект, либо не на весь объект. Hotel apartments или апартаменты, или service apartments и так далее. И все это есть разница в том, что ты с этим будешь завтра делать и что ты можешь с этим делать. У нас готово решение полностью для таких фэмили-офисов и для крупных инвесторов, кто заходит на комплексные объекты недвижимости. Потому что мы можем управлять такими объектами недвижимости, мы можем их продавать, мы можем их сдавать в краткосрок, мы можем их сдавать в долгосрок и оказывать, в принципе, полный спектр этих услуг. Мы работаем с первичным рынком, со вторичным. У нас понятный объем продаж, поэтому на завтрашний день мы совершенно спокойно понимаем, что купив вот этот объект, мы его продадим в течение трех месяцев. И клиенту это, в принципе, сохранное. Есть у нас трек-рекорд свой, который позволяет это показывать по факту, а не на словах. И вот в таком ключе мы работаем, развиваемся. И поэтому сегодня мы с тобой проедем ряд таких объектов. К слову, здесь даже на пальме есть один объект. Я не буду его показывать, потому что это конфиденциальная информация, но его стоимость просто для, опять же, слушателя, кому-то это может понадобиться и быть интересным, и к нам можно обратиться. Стоимость 300 миллионов долларов с доходностью около 5-6% годовых. И там есть три точки роста, которые, наверное, увеличат эту доходность, но по нашим расчетам процентов до 9. Очень интересное вложение. Кстати, по цене за квадратный метр около 3 тысяч долларов за квадрат. Напальный. Вот понимая, да, напальный. Понимая весь рынок, как бы, насколько это предложение сладкое. Понятно, всегда есть свои но. И эти но любому грамотному инвестору необходимо просто понимать, грамотно их взвешивать и понимать, куда он идет завтра и с чем. Вот и все. Ну, я просто немного знаю рынок Дубая. Скажи вот нашим слушателям среднюю цену квадратного метра и среднюю цену напальню. Почему я так удивился? Средняя, наверное, в размере 5 тысяч долларов за квадрат, хотя разные там источники по-разному пишут, но я просто считаю, в среднем действительно вот прям средний какой-то срез. 5 тысяч долларов за квадрат, наверное, это будет четкая такая цифра. Пальма чуть дороже, она, наверное, начинается там от 6-7 тысяч долларов за квадрат на авторичке и как бы до 20-25 тысяч долларов за квадрат. Поэтому 3 тысячи долларов за квадрат на пальме. Отель, действующий бизнес на протяжении достаточно длительного времени. Ну, это действительно, как бы, показатели для тех, кого доходность такая устраивает, и у кого такой капитал есть, это можно совершенно спокойно рассматривать. Мы вообще под этот объект планируем создать, как бы, в ближайшее время отдельный пул. И в этот пул, если будет спрос со стороны инвесторов, то в этот пул уже зайти и, собственно, купить его, так сказать, в складчину. Ну, вот, как я понял, именно для этого вы создаете инвестиционный фонд, так как все-таки одному человеку достаточно сложно найти такой свободный капитал. Ну, просто большие деньги, большие возможности. Опять же, у всех есть всегда риски, и не каждый готов запрыгнуть на 300 миллионов в какой-то объект недвижимости. А если предположить, что это там 10 инвесторов по 30 миллионов долларов, ну, или там 30 по 10, то это, в принципе, совершенно разумная история. Многие готовы были бы вот именно такую сумму диверсифицировать и посмотреть, что из этого получится. Я ожидаю, что рост будет еще дальше и еще больше. Именно по причине того, какая ситуация сегодня с американским долларом, по причине того, какая ситуация в Европе, в Штатах и, собственно, в ряде других стран. Если это все направится сюда, а в момент каких-то рецессий капитал куда-то нужно выходить, то я думаю, что Дубай одно из тех мест, которое, как бы, на этом хорошо заработает. Это первое. Безопасная страна. Безопасная страна, бизнесовая страна с возможностью постоянного заработка. И сейчас по инвесторам и по сегодняшней нашей с тобой теме огромное количество людей приезжает с капиталом. Именно с капиталом. То есть не с суммами, которые они там для себя приготовили в виде комфортного бюджета, вот, но поиграться или там что-то диверсифицировать или что-то там сохранить и вывести, да, а именно с точки зрения, прямо вот, организации бизнеса, с точки зрения, как бы, перевода своего бизнеса из Российской Федерации, допустим, или из других стран, из Кипра, из Румынии, из Болгарии, Венгрии и так далее. Именно сюда, в Дубай. Поэтому, я думаю, будет еще один качественный, хороший, как бы, скачок вперед. Ну, за счет вот перемещения этого крупного капитала, потому что там и курсы волатильные, и инфляции больше, политическая ситуация. Ну, во-первых, сложность со всеми этими еще переводами, да, это же тоже людей, как бы, пугает. Сейчас на Кипре всем начали блокировать счета. Куда они пойдут? То есть, там огромный капитал, люди туда переехали в какой-то момент времени, вели бизнес оттуда, надеясь на то, что страна лояльна к ним, и что они, выполняя все условия, законодательство, ну, в безопасной зоне находятся. На сегодняшний день понятно, что это небезопасная зона. Да и год назад было понятно, что это самая первая была территория, которая подставила просто всех, и, как бы, стала смотреть в другую сторону, отвернувшись разом от тех людей, которых, там, так сказать, вчера приютили. Вот, поэтому с Объединенными Арабскими Эмиратами я этого вообще не вижу, потому что здесь модели, государственная политика страны именно на этом была создана, и именно на этом они, вот, на сегодняшний день такие, какие они есть в мире. Кипр для меня лично это маленькая слишком территория, которая совершенно не развилась так, как должна была бы. То есть, назвать ее, там, какой-то серой зоной в какой-то определенный момент, наверное, капитала туда, наверное, зашло много. Но это не было место, где проживают люди, где очень сильно разрастается население. А Дубай – это именно про население, про вот то, что миграция сюда, она имеет кратный рост. И за все это количество лет здесь огромное количество людей прибавилось. Это как показатель того, что в этой стране людям комфортно вести бизнес, жить и дальше обустраивать какой-то свой быт. Поэтому просто очень сильно печет солнце, я бы с удовольствием с тобой проехался и показал, что есть в городе. Если вам нужны подробности, контакты, прямые контакты Антона, они будут на нашем телеграм-канале. Вы можете ему написать, позвонить и обсудить все эти детали лично. Как вы понимаете, такие крупные сделки нужно обсуждать лично. А мы давайте проедемся по объектам, чтобы показать вам на месте, в режиме реального времени, что же здесь можно приобрести и где. Да, Борис, ну вот и добрались до первой локации. Это район Аль-Барша, Теком. Он интересен тем, что он стоит прямо на Шейхзайт-Род. Это достаточно старый район. Но в то же время это очень интересная и перспективная локация. Сейчас мы видим, как эти локации подвержены редевелопменту. И в принципе, как бы вызывают интерес, потому что сама локация, как я тебе сказал, она как бы достаточно в таком центровом месте. Близко от Пальм-Джумейры, близко от GLT, от GVC. И вот, к примеру, вот такие два здания, как стоят за нами сейчас, это здание 26 этажей. Это отельные апартаменты и отель. И в целом его стоимость 800 миллионов дирхам. Естественно, мы работаем с тем, чтобы сделать не гешейдепрайс, то есть снизить цену. Естественно, при покупке такого объекта всегда можно как бы хорошо ее сбавить за счет того, что требуется ли реновация, но и другие тонкости, которые есть. Есть документальная история, которая требуется для оформления, различные разрешения. И впоследствии такой отель можно, допустим, перевезти и распродать на резиденции, часть какую-то. А часть какую-то оставить для долгих денег. Поэтому достаточно интересная история. Вот для того, чтобы наши слушатели понимали приблизительный масштаб этих цен. Мы сейчас покажем с тобой дальше еще и другие объекты, в том числе и в этом же районе, но дешевле. Но вот такие вот два здания, вот такие отельные апартаменты стоят 220-230 миллионов долларов за здание. А как вот осуществлять трансфер такого крупного капитала в Объединенные Арабские Эмираты для покупки? В целом никаких проблем нет с трансфером капитала, никаких ограничений в этом плане. Выставляется инвойс от компании. Компания должна находиться в дружественной юрисдикции, естественно. И бенефициар должен быть из дружественной страны. В этом плане объект недвижимости без проблем можно купить из-за границы, переведя всю сумму средств. Мы еще со своей стороны предлагаем инвесторам историю со входом непосредственно в нашу группу компаний, как партнеров, где объект недвижимости приобретается на их имя. Но все манипуляции, которые дальнейшие будут с ним происходить, и заработок, он уже будет шериться в отношении соглашения сторон. Вот так можно сказать. Поэтому люди участвуют в приобретении таких объектов не самостоятельно, а вместе с нами, мы вместе с ними работаем. Но также для нас не составит труда просто продать такой объект недвижимости, если у кого-то есть желание поработать с этим активом самостоятельно. Антон, а как обеспечивается юридическая безопасность и сохранность капитала вот в этой вашей схеме покупки недвижимости? Ну смотри, первое насчет юридической безопасности. У нас структура компании, во-первых, это FreeZone и DIFC. Это международный финансовый центр, самое классное в плане финансовом. Все финансовые корпорации расположены там. Основной плюс заключается в том, что находится под английским правом. Поэтому любые какие-то дальнейшие взаимодействия, то есть ты всегда можешь оспаривать, какие-то разногласия, ты всегда можешь оспаривать в судах, в других юрисдикциях. И это позволяет именно FreeZone и DIFC. Это первое. Второе – структура компании. Мы, приобретая объект недвижимости, любой на средства инвесторов, где-то мы заходим сами, где-то инвесторы действуют самостоятельно вместе с нами, но у них закреплено право собственности, то есть они приобретают объект недвижимости. И уже этот объект недвижимости попадает в нашу компанию, специально созданную под этот объект. Если этот объект будет управляться в долгую, например, сдаваться в аренду, это одна история с одним типом лицензий. Если это объект, который будет сдаваться в долгую, то это другой тип лицензий. Если отель – третий тип лицензий. Если это перепродажа, четвертый будет лицензия и так далее. То есть у нас вся эта инфраструктура готова. И, собственно, это и обеспечивает гарант, потому что инвестор заходит, на нем есть право собственности. Он при любом нашем заработке совместном забирает свою сумму средств обратную, которая у него была на балансе, а остальную сумму средств мы распределяем в виде дохода. Это первое – насчет юридической безопасности. И второе – насчет безопасности именно капитала. Потому что инвесторам ведь что необходимо? Цель – заработать, но вторая цель – не потерять. Потому что если терять капитал с какой-то там периодичностью, понятно, что он будет таять, и это никому не нравится. С точки зрения гарантии мы выбираем те объекты, которые уже либо сданы в аренду в долгосрок, либо там в краткосрок. И мы понимаем эту модель. Мало того еще, у нас есть лицензия на Property Management Service. Это лицензия, которая позволяет нам управлять самостоятельно зданием. Тем самым мы не платим Service Charge, как каким-то другим людям. Мы это делаем in-house компании. И это позволяет максимизировать доход инвестору. И вот к слову о таких вещах, здания, которые сейчас расположены за нами. Вот это здание, в нем 16 этажей с учетом там паркинга и с учетом крыши. В целом оно стоит 45 миллионов долларов. Приносит оно по году 3 миллиона долларов. Это считает где-то 6,5%. И стоимость за квадрат в нем где-то 4200 долларов. Но сегодня цена продажи. Опять же, естественно, это все обсуждается при подтверждении proof of funds. Потому что здесь принятый диалог вести с инвестором тогда, когда у тебя есть чек или средство на счету. И ты можешь показать выписку. Потому что проходимцев здесь очень много, которым ветром надул. И они хотят что-то поизучать. Поэтому при грамотном подходе, когда есть уже инвестор и есть средства, совершенно спокойно, естественно, можно вести диалог о снижении стоимости. В этом здании около 130 квартир. Из них 86 однокомнатных и двухкомнатных 32 квартиры. Поэтому отличный объект. Можно совершенно спокойно его купить. Купить его дешевле, чем 4200 за квадрат. И перепродать завтра с доходностью. И мало того, он весь сдан в аренду. Поэтому ко второму твоему вопросу про сохранность капитала. Вот как раз и ответ. То есть здание, которое уже генерирует 6,5%. И это, грубо говоря, больше, чем на банковском депозите. И, собственно, задел на то, чтобы это здание распродать по кускам. Нам для продажи такого здания потребуется, ну, наверное, около 2-3 месяцев. И мы совершенно спокойно его распродадим по объектам. И причем выгодно распродадим. И люди, которые приобретут, еще тоже на этом заработают. Вот такая история. Ну да, я смотрю, интересное здание, современный объект. А есть тут что-нибудь еще дешевле? Да, конечно, есть. Поехали, прокатимся. И я покажу тебе еще другие районы. Там будут чеки от 50 миллионов дирхам до как раз 150, наверное. То есть это плюс-минус 15 миллионов долларов, тире там 45 миллионов долларов. И как раз будет вся палитра. Поехали. Антон, а есть ли какие-то нюансы при покупке крупных объектов, которые обязательно должен знать и учитывать каждый инвестор? Слушай, ну, конечно, есть их огромное множество. Первое, то, что здесь касается государственной регуляторики. Есть, как я тебе уже говорил, отели. Есть отельные апартаменты, есть сервисные апартаменты, есть здания резидентские. Есть здания резидентские, на которых есть право собственности на все здание целиком. Есть такие здания, в которых каждая квартира имеет свой документ на право собственности. Это все как бы влияет. И поэтому, когда ты изучаешь крупные объекты недвижимости, у тебя первая сложность, она связана с тем, что, чтобы получить какого-либо рода информацию, необходимо контактировать с агентами, подтвердить им непосредственно происхождение твоих средств, показать, где они есть, заключить с ними NDA, то есть документ о неразглашении информации, так как все переживают за то, что ты обойдешь их, купишь у собственника напрямую и так далее. Зачастую это на самом деле так и не работает, потому что найти здесь собственников достаточно обременительно. Либо это люди, живущие за границей, либо это люди, например, относящиеся к таким семьям, которые особо публичными не бывают и не выходят в свет там и не общаются напрямую. У них всегда есть кто-то в виде представителя, который взаимодействует с тобой, как с покупателем. Поэтому получить от них вот такого рода информацию достаточно обременительно и сложно, они пытаются всячески удостовериться в том, кто ты. Получить информацию о том, какое количество, допустим, квадратных метров вот в этом здании, какое количество квадратных метров к продаже, чтобы рассчитать доходность. Поэтому мы работаем по этому рынку, нам-то это комфортно, потому что мы знаем многих, нас знают и, собственно, нам не составляет труда большого изучить массив какой-то рынка и принять правильное решение, что интересно. К примеру, сейчас мы с тобой находимся на территории под названием GVC. Это район, который сейчас достаточно популярен, в нем очень много объектов приобретается. И прям вот это здание, 25 этажей, 4 коммерческих помещения внизу под магазины, 180 квартир в здании, собственно, 30 миллионов долларов стоимость и 8% доходности. Вот представь, как бы инвестор покупает, в принципе, сейчас такое готовое здание за 30 миллионов долларов, он без проблем перемещает деньги из-за границы, плюс он получает 8% годовых, которые подкреплены долгосрочными контрактами на аренду тех самых квартир, и плюс здесь стоимость квадратного метра, чтобы не соврать, я тебе скажу, я записал 2350 долларов за квадратный метр. Нормальная цена здесь на сегодняшний день на готовую недвижимость 3,5 тысячи долларов, просто смело. В этом районе? Да, поэтому приобретя такое здание, допустим, опять же, 180 квартир, опять же, плюс-минус там 3 месяца нам необходимо для того, чтобы продать такое здание целиком и полностью. И, в принципе, у нас есть все необходимые лицензии для того, чтобы таким зданием управлять. Поэтому отличный вариант, изумительная сделка может быть в этом ключе. И таких объектов достаточно здесь. Сейчас мы с тобой пройдемся еще чуть за угол, и там я тебе покажу объект, который стоит плюс-минус 15 миллионов долларов. Вот просто для сравнения, для понимания как бы того, что объекты здесь совершенно разные. Да, Борис, ну смотри, ты просил показать тебе что-то дешевле. Вот такой вот объект, к примеру, это 5 этажей, 12 миллионов долларов, 6,7% годовой доходности, то есть он весь сдан в аренду. 3000 долларов за квадратный метр, тоже район GVC, это 62 квартиры. То есть, в принципе, достаточно понятный объект, причем ему, я смотрю, наверное, лет 5. Поэтому это можно уже сказать сложившийся какой-то трек-рекорд, где понятная как бы доходность, где клиент, покупающий такое здание, никогда не попадет в просаг с точки зрения вот рентабельности капитала, ну такой базовый, да, чтобы не потерять. А потом можно это перепродать просто и приумножить, можно сделать редизайн, можно упаковать это красиво, потому что вот дальше от них же, от этого же застройщика есть еще одно здание. Оно более такое цивильное, более так в интересном ключе сделанное, поэтому и это тоже, в принципе, может быть подвержено редевелопменту. Ну, а хочет человек, может просто оставить все как есть и сдавать в аренду, типа переместить капитал, а дальше думать, что делать. Для длинных денег, да. Смотри, а насколько сложно самостоятельно подобрать, выбрать такой объект? Как ты мне говорил, много нюансов разных. Ну, смотри, на самом деле, как бы сложного-то нет ничего, естественно, можно, как бы можно приехать, посмотреть какие-то объекты, выбрать самостоятельно. Но проблема заключается именно в потере времени. Для людей, у которых есть деньги, для них время самое главное в этой жизни, да и, в принципе, для любого разумного человека время самое главное. Ну, вот, и Дубай – это квест. Ты знаешь, с точки зрения оформления резидентской визы, банковского счета, приобретения там чего-либо и так далее, всегда это квест. И этот квест, ну, во-первых, приобретя любой объект недвижимости, важно понимать, а что ты с ним будешь делать? Управлять им, тогда необходимо здесь бизнес вести, либо ты его будешь завтра перепродавать, и если перепродавать, то во что ты его будешь упаковывать, да, как бы, и каким образом ты будешь продавать. Тебе в любом случае нужен партнер. И я вообще, как бы, мне очень нравится Дубай именно тем, что здесь вот такая бизнесовая среда, здесь все со всеми зарабатывают. Это не принцип, как бы, других стран, с которыми мы знакомы, где очень важно, как бы, одному посерьезнее сесть на стул, да, и сидеть, и никого не пускать. Здесь наоборот, когда ты партнеришься, когда ты делаешь с людьми, с компетентными, с экспертами, ты, наоборот, здесь зарабатываешь. Вот, поэтому к этому нормально надо относиться, нужно ментальность такую вот из других стран маленько в сторону убирать, и просто понимать, что все в этой жизни зарабатывают деньги, и со всеми их, и вдвойне приятно, когда у тебя есть нормальные партнеры. Вот, поэтому я бы больше отвел в сторону именно комфорта для нормального серьезного капитала, для сокращения временных каких-то рамок, для того, чтобы зайти на объект и выйти из него с прибылью. Вот, всегда лучше находить нормальных, грамотных партнеров. Вот и все. Ну, насколько я еще знаю, тут самостоятельно даже квартиру, студию не продашь, это должен делать специализированный агент. Да даже разместить объявление тебе потребуется как бы непосредственно лицензия и так далее и тому подобное. Поэтому все это не просто так, здесь действительно такая страна, отсюда и цены такие, отсюда огромное количество видов деятельности, на которых люди строят свой бизнес. Потому что здесь очень так принята диверсификация, здесь нет такого, что все во всем. Поэтому, ну, нужно просто нормально и здраво подходить к этому процессу. И мне кажется, это очень сильно экономит деньги и это очень хорошо позволяет зарабатывать. Я, знаешь, за последнее время встретил кучу людей, которые представляли интересы фэмили-офисов. И когда до некоторых из владельцев мы как бы познакомились и пообщались, был вопрос, а почему, зачем вы этих людей-то привлекли? То есть они зашли здесь там в правоотношения там с разными застройщиками, договорились там о возврате комиссий и не глядя на свои фэмили-офисы, нахватали каких-то неликвидных объектов недвижимости. То есть половина из них на сегодняшний день занимается тем, что бегает по Дубаю и продает эти объекты недвижимости. То есть эти фэмили-офисы превратились в главных брокеров в Дубай просто по причине того, что они купили эти непонятные продукты. Вот и все. Этого делать не надо. Нужно просто нормально скоммуницировать всегда с правильными людьми, пообщаться и принять решение и дать там, я не знаю, своим каким-то управленцам четкое задание работать вот с этими людьми и все. Зачем как бы изобретать велосипед? Зачем пытаться с помощью них что-то приобрести там и так далее? Застройщик платит своей комиссии, допустим, если про застройщика, он платит своей комиссии тому, через кого ты покупаешь. То есть он вашему агенту не заплатит деньги. Поэтому ты ничего не экономишь, но ты не получаешь должного уровня сервис, не получаешь должного уровня экспертизу и все это выходит несколько иначе. На мой взгляд, я думаю, что правильнее гораздо двигаться в другом ключе, о котором я сказал. Находить правильных партнеров и работать с партнерами. Антон, а расскажи, что здесь обстоят дела с земельными участками? Можно ли купить землю? Занимаетесь ли вы и девелопментом? Строительством? Земельные участки, конечно же, можно купить. Так, вкратце, если тебе девелопментом мы отчасти занимаемся. Сейчас объясню более подробно. На самом деле, я опять тебя хочу просто отвести, и, наверное, слушателям, которым вообще данная тема интересна, у нас же часто привыкли все в России девелопментом, например, заниматься, и в других странах каких-то, где легко достать землю. Где есть какой-то, не знаю, рычаг, чтобы ее достать, да, или какие-то возможности, либо уже какое-то наработное имя, которое тебе позволяет эту землю забрать и правильно ее там, допустим, оценить. Здесь не так. Здесь так же, как в этой стране не раздают паспорта направо и налево, так же здесь еще и земельный участок достаточно сложно приобрести. То есть его, точнее, наверное, можно приобрести. Вопрос, по какой цене. Если стоимость земельного участка равна твоей прибыли будущих лет и твоим вложениям, то ты, как инвестор, приобретаешь в таком случае только кучу рисков, в отличие от, допустим, готовых зданий. Поэтому я все-таки приверженец того, из того, что я вижу, это непосредственно работа с готовыми объектами недвижимости, либо с теми, которые требуют достройки. Вот. В этом случае ты не рискуешь в долгосроке, потому что на долгосроке тебя в этом виде деятельности очень легко, допустим, ну, создать тебе проблему. Допустим, банковский счет заблокировали, и что ты будешь делать как строитель? То есть у тебя будут там претензии от всех государственных органов, соответственно, ты вынужден будешь сначала гасить их, и ты не сможешь реализовать свой проект. Ты не сможешь это доделать до конца. Поэтому здесь это очень сложно, нужно понимать. Это такая священная корова, на которую просто не надо залазить, надо оставить ее в покое. Но в то же время есть, допустим, у нас хорошее предложение по joint venture. Это совместное предприятие. Совместность предприятия, допустим, с одними из топовых застройщиков в Дубай. Нам доверяют, мы такие диалоги ввели неоднократно, как бы и ведем, и такие предложения есть. И в этом плане можно быть уверенным в том, что этот проект будет реализован. В этом плане будет большая маржинальность, наверное, продукта, нежели чем при перепродаже готового. Но в то же время есть, естественно, риски, потому что если вдруг конъюнктура завтра изменится, никто тебя в сторону не подвинет из-за цены. То есть тебе придется все-таки продавать по какой-то стоимости, либо держать этот актив еще какое-то время. Поэтому тут, ну, не знаю, для меня это просто больше рисков. Мы больше занимаемся точным девелопментом именно с точки зрения строительства вилл. Вилла, да, потому что это такой точечный сегмент. Здесь вилл не хватает. Земля под виллы стоит меньших денег. Построить одну виллу гораздо проще, нежели там, чем строить большой многоквартирный дом. Вот, поэтому с этой стороны, как бы, да, девелопмент есть. У нас есть девелопмент лицензия. И мы, в принципе, такую опцию желающим можем предоставить. Да и часто нам самим интересно именно в этом поле там поиграть и заработать именно на строительстве таких вилл. Вот, наверное, так я бы тебе ответил. Поэтому тем, кто планирует какие-то инвестиции совершать сюда, я крайне настоятельно рекомендую просто выйти на связь и пообщаться с нами, взвесить все плюсы и минусы тех или иных предложений. И просто понять, где действительно выгоднее, стабильнее, сохраннее и доходнее вложения. Вот и все. Контакты Антона будут под этим видео. Также ссылка на телеграм-канал, где представлены более мелкие объекты недвижимости, те же виллы, апартаменты. Вы можете напрямую задать Антону вопросы, пообщаться. Он, как вы видите, всегда открыт к диалогу. Ему большое спасибо, что нашел время и рассказал. Спасибо, Антон. Да. Увидимся. Приезжай еще. Да. Всегда рады. И успехов в вашей компании в работе. И Эрику побольше. Да, денег. Спасибо.